Сегодня Банк России отозвал лицензию у московского Тусарбанка. Данная кредитная организация занимала 191 место в российской банковской системе. Банк России уже давно проводит политику оздоровления российской финансовой системы, избавляя ее от слабых и, скажем прямо, криминальных банков. В России слишком много финансовых институтов. Это наследие 90-х. Тогда была высокая инфляция и очень высокая банковская маржа. Ставка рефинансирования превышала 200%, инфляция составляла несколько сотен процентов, а дивиденды по некоторым банковским акциям также давали доходность в несколько сотен процентов. Сейчас уже мало кто помнит фишки тех времен. Инкомбанк, Уникомбанк, Сибирский торговый банк, Нефтехимбанк. Однако те времена давно прошли, и сейчас банковская система должна быть адекватна новым задачам. Основная задача – это, конечно, кредитование реального сектора экономики. Ситуация с санкциями показала, что кредитоваться за границей не так просто, как кажется на первый взгляд. Есть соответствующие риски. Соответственно, российские банки должны иметь ресурсы для того, чтобы кредитовать наши ведущие промышленные холдинги. А для этого нужна концентрация капитала. В результате кризиса усилят свою позицию банки, завязанные на правительство, ЦБ или крупные промышленные компании. Соответственно, банков будет меньше, но они будут более устойчивыми и смогут реально обслуживать интересы реального сектора экономики. Процесс этот, конечно, длительный. Однако можно сделать однозначный вывод, что Банк России действует в правильном направлении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова